МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. С вами Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. В Ненинском автономном округе сменился состав регионального избиркома. Полномочия ныне действующей избирательной комиссии истекают в этом году. День воспитателя. Работники дошкольных учреждений Ненинского округа отметили 27 сентября свой профессиональный праздник. Первокурсников средних профессиональных учебных учреждений Нарьинмара посвидели в студенты. Мероприятие прошло на открытом воздухе. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. А в Ненинском автономном округе сменится состав избирательной комиссии региона. Порядок избрания новых членов избиркома утвердят на первой осенней сессии собрания депутатов. Накануне сессии на заседании комиссии по государственному устройству местному самоуправлению депутаты рассмотрели проект постановления, в соответствии с которым будет избираться новый состав избирательной комиссии Ненинского автономного округа. Поскольку в декабре текущего года срок полномочий действующего регионального избиркома истекает. В этом году у нас будет сформирована новая избирательная комиссия Ненинского автономного округа в соответствии с федеральным законодательством, региональным законодательством. В состав комиссии войдут 5 человек, которые избирают собрание депутатов и 5 человек от исполнительной власти, это губернатор Ненинского автономного округа. Соответственно в состав комиссии входят парламентские партии, их на сегодняшний день 5. Сессия собрания депутатов Ненинского округа пройдет 30 сентября. Из-за ковидных ограничений участие в заседании примут только депутаты и докладчики по вопросам сессии. Прямая трансляция на телеканале «Север» начнется в 10 часов утра. 26 пациентов выздоровели, 40 заболели и еще один летальный исход. Такова ковидная статистика минувших выходных. В настоящее время в регионе на лечении с диагнозом COVID-19 находится 200 человек. Из них стационарное лечение получают 43 человека, амбулаторное – 157. Всего с начала пандемии в Ненецком округе официально зарегистрировано 2259 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2096 человек. В регионе зарегистрировано 44 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 981 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности – обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс педагогов «Воспитать человека». Основная цель – выявление новых форм, практик, инновационного педагогического опыта и не только. Участниками могут стать сотрудники и представители образовательных организаций, образовательные учреждения, общественные объединения, сотрудники и представители общественных объединений. Конкурс проводится в два этапа – заочные с 25 августа по 10 октября. Здесь необходимо пройти регистрацию на сайте воспитатьчеловека.рф и разместить там конкурсное портфолио. Финальный этап состоится в ноябре-декабре. Он включает два тура с заданиями. В каждой номинации они разные, с ними можно познакомиться в положении конкурса. Первая категория – воспитание классного коллектива, воспитание в образовательных предметах, воспитание личности, воспитание с помощью медиапространства, лучший руководитель школьного музея, воспитание на повороте пути, навигаторы детства. Вторая категория – взаимодействие образовательной организации и семьи, социальное партнерство, воспитание в детских и молодежных общественных объединениях. Третья категория – воспитание дошкольников, воспитание школьников, воспитание студентов, воспитание студентов вузов. Соревнование пройдет в трех категориях – индивидуальное участие, командное участие, программы воспитания. Первая категория включает семь номинаций. Ко второй категории относятся три номинации. В третью предусмотрено четыре номинации. Участники первого тура, финала конкурса получают сертификаты участия. В каждой номинации будут выявлены победители и лауреаты. Оператор конкурса «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». Телефон для консультации и электронную почту вы видите на своем экране. Начался прием заявлений в новый состав Открытой молодежной администрации. Об этом на своей странице в социальных сетях объявил глава региона Юрий Бездудный. Открытая молодежная администрация Ненецкого автономного округа – это совещательный орган при губернателе Ненецкого округа. Его основными направлениями деятельности являются участие в формировании концепции социально-экономического развития региона, разработка предложений по совершенствованию законодательной базы округа, оказание помощи в реализации программ в области государственной молодежной политики, внесение предложений по совершенствованию системы госуправления, а также рассмотрение проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами власти. В состав молодежной администрации войдут те ребята, которые будут исполнять дублирующие роли руководителей органов космонавтовой власти. Мы потом уже раз в 9 направлении, но эти ребята будут больше работать с департаментами, будут получать информацию и станут лидерами общественного мнения. Прием заявлений продлится до 1 октября. Их нужно направлять в департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Затем будет проведен конкурсный отбор. В этом году внесены некоторые изменения по организации молодежной администрации. Первый набор в открытую молодежную администрацию был осуществлен 3 года назад и сразу доказал свою эффективность. 27 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Особенно важный и ответственный период в жизни каждого ребенка, в котором формируются личности, закладываются основы здоровья, дошкольный период. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. О тех, кто сопровождает малышей на ранней стадии обучения, расскажет Александра Литкова. Построить парами 20 детей и уследить за каждым – не самая простая задача. Терпение, мудрость и внимание, пожалуй, это основные качества, которыми должен обладать воспитатель детского сада. Айсель Джафарова в профессии второй год. Как-то с детства все тянет к детям, все всегда нянчилось со своими братиками, сестрами. Ну и поняла, что это мое. Ну, бывают сложные дети, с которыми непросто найти общий язык. Но справляемся как-то. Спасибо методистам нашим, помогают во всем. Для Инны Слотиной этот выпуск детей будет четвертым. За 16 лет работы воспитатель ни разу не пожалела о выбранной профессии. Говорит, случайных людей среди педагогов быть не может. Главное – любить свою профессию. Это самое главное. И каждый из нас, как родитель, знает, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Так и в нашей профессии то же самое. Надо любить детишек, как своих. И я думаю, вот и весь секрет. Свой профессиональный праздник работники дошкольного образования чаще всего проводят на работе, где с самого утра получают поздравления от малышей. Сегодня день воспитателей. Мы поздравляем всех воспитателей. Желаем, чтобы они были всегда красивы и также заботились о нас. Роль воспитателя в детском саду трудно переоценить. Можно сказать, что эта профессия сочетает в себе несколько других. Например, организатор или психолог. Ура! Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Для первокурсников, которые еще недавно сидели за школьной партой, 25 сентября прошло посвящение в студенты. На базе Центра арктического туризма прошел ежегодный слет первокурсников в формате игры, в которой приняли участие более 70 ребят. Какие испытания прошли новички и кто победил в них, расскажет Василий Хатанзейский. Постройка фигур, минное поле и еще 11 конкурсов подготовили злобные оргии для окружных студентов средних профессиональных учебных заведений. Ежегодно на слете первокурсников ребята проходят ряд испытаний для посвящения в бурную и веселую студенческую жизнь. Самым первым шагом на пути к посвящению в первокурснике встала полоса препятствий протяженностью 7 километров. Ребята должны были на время пробежать всю дистанцию и при этом по пути зарабатывать баллы при прохождении разных испытаний. Команда «Медведи Арктики» из социально-гуманитарного колледжа прошла полосу одна из первых. Для физруков достойно пройти состязание не составило труда. Так пробежались очень хорошо, немножко отставали из-за людей некоторых, а так хорошо пробежали, вроде не устали. Конкурсы были хорошие, нам понравилось, вроде, надеюсь, победили. С азартом и интересом ребята боролись за победу в каждом конкурсе. После прохождения первого этапа испытаний команды подкрепились и началась творческая презентация каждой группы. 7 команд из Ненецкого аграрно-экономического техникума и Наринмарского социально-гуманитарного колледжа подошли к своим выступлениям с креативом. Кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то вовсе демонстрировал станты, фигуры из нескольких людей. Аплодируем, аплодируем команды! После началось самое главное событие дня для каждого первокурсника посвящением. Участникам команд надевали ткань на глаза и заводили вместо ритуала. Там ребятам злобные оргии поставили метки студент, а также кормили студенческой кашей. Заварили вы кашу, а теперь нужно ее расхлебывать. Ну раз уж ввязались, а теперь открываем шире рот и получаем кашу из студенческих хлопот и забот. При этом ребята, заходя в комнату, уже догадывались, что их ждет. Но все равно испытывали волнение. Расскажи, ты боишься? Да нет. Что ожидаешь вообще? Видишь? Вкусно попитаться. После посвящения начался квест «Игра по станциям». 13 злобных оргов подготовили для студентов конкурсы с разными уровнями сложности. В роли оргов выступили волонтеры, которые когда-то в молодости проходили этот квест. Старст соперничеству дал главный орг всего мероприятия Наталья Медведева. Ни пуха, ни пера. Конкурсы разной сложности, где требуется командная работа, именно эта цель была у организаторов квеста. Чтобы ребята сплотились и работали как единый механизм. Сегодня мы проводим мероприятие под названием «Слет первокурсников». Здесь у нас представлены практически все первокурсники наших образовательных организаций. Такое развлекательное мероприятие направлено на сплочение ребят, чтобы из них сделать одну единую команду, один коллектив. Команда спасателей из Наталья приступили к заданиям оперативно. Ведь победа в квесте – принципиальное решение ребят. Первым этапом для них стала площадка с заданиями службы спасения. Для первокурсников это не просто конкурс, чтобы посоревноваться, но и площадка, чтобы потянуть знания по профильным предметам. Само название команды говорит за себя. Ребята обучаются по специальности защита в чрезвычайных ситуациях. Следующим этапом для спасателей стало создание реалистичной фигуры слона. В этом конкурсе ребятам понадобилась смекалка. Прохождение остальных этапов уже прошло как по накатанной. Ведь однокурсники уже сплотились и работали как одна команда. Все очень прекрасно, все очень нравится. Тут новые знакомые появились. Все очень восхитительно. Сплотился ли ты со своей командой, со своей группой? Да, более чем. Хороший настрой и оперативная работа дали о себе знать. Именно спасатели и стали победителями в квесте. В целом день первокурсника удался. Ребята получили массу эмоций и хорошо отдохнули. Какие были вообще конкурсы? Как вы их проходили? Трудно, не трудно было? Собирание, сбирание оружия. Это было легко. Петь гимн Российской Федерации. Это легко было. Еще метание гранат. Помимо участия в конкурсах у ребят была возможность показать себя не только перед одногруппниками, но и перед преподавателями. Это мероприятие очень важно, так как вы можете показать на нем себя, проявить себя как активного человека. И, так сказать, сформировать определенную репутацию среди преподавателей. Большую значимость мероприятия отмечают и преподаватели. Я пришла в качестве сопровождающей своей группы. Это моя вторая группа уже. И это мероприятие очень важно и необходимо. Почему? Потому что оно сплачивает коллектив. Ребята с города, с искателями, они как одна команда себя чувствуют, да, выполняют различные задания. Им очень нравится. Они очень довольны. И я надеюсь, как-то это больше, ну, сплотит их. И они еще больше подружатся. Ну, и я их узнаю намного лучше. Праздник получился на ура. Ребята пообщались и узнали лучше друг друга. Василий Фатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. С начала года жители округа сдали в Росгвардию 179 единиц огнестрельного оружия. Граждане пишут заявление на утилизацию своих охотничьих ружей, винтовок и карабинов по разным причинам. Одна из них – сложность с ремонтом. Как правило, охотники сдают неисправное оружие в утиль из-за лишних расходов на транспортировку к месту проведения ремонтных работ. Дело в том, что закон запрещает владельцу самостоятельно ремонтировать и заменять основные части огнестрельного оружия – ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия его основных частей. Наказание включает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей. В случае поломки ружья гражданину следует обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненинскому автономному округу, где ему выдадут направление на ремонт в лицензированную организацию. Как правило, это мастерская завода-изготовителя оружия. Личный прием в Центре лицензионно-разрешительной работы осуществляют по средам и пятницам. По адресу город Нарьинмар, улица Рабочая, дом 14-Б. Ориентир – остановка общественного транспорта, дворец Спорта Норд. Жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Заполярного района могут обратиться с заявлением на утилизацию к участковому полномоченному полиции. В Ненинском округе продолжается вакцинация от коронавируса. А для тех, кто укололся в числе первых – ревакцинация. Особенно актуально это для тех, кто планирует продлить лето и отправиться в отпуск в бархатный сезон. Чтобы не прогадать и поставить нужную вакцину, пропуск к зарубежным курортам и отечественному морскому побережью необходимо изучить вопрос. Как, например, герои нашего следующего сюжета. Убежать от осенней хандры поможет небольшой отпуск, решил Виталий. И занялся поиском подходящего тура поближе к морю и солнцу. В ходе поиска выяснилось, чтобы ничто этот отпуск не омрачало, необходимо ревакцинироваться. Тем более, срок подошел. Я планирую в отпуск, еще пока не определился, в какое направление. Единственное, я знаю точно, что в каких-то странах вакцину требуют, чтобы человек был вакцинирован. Единственное, что я пока еще сам не определился, какую именно использовать. Тут варианты есть, в принципе, пока не знаю, пока не в курсе. Перечень стран, въехать в которые можно, беспрепятственно с российской вакциной, пока невелик. И из всех доступных жителям нашей страны препаратов котируется только двухкомпонентный спутник ВИИ. Такие страны, как Египет, Турция, Кипр, предположим, они признают только нашу вакцину спутник ВИИ. Причем нужно сделать двухкомпонентную вакцину. И до въезда в страну должно пройти с последней вакцинацией не менее 14 дней. Больше никакие вакцины наши нигде не признаются пока что. Может быть, что-то изменится. В страны, такие, например, как Мексика и Доминикана, вообще не нужны никакие вакцины. Их просто не проверяют. Например, на Кубу нужно сделать только ПЦРТС. Даже независимо от того, есть у тебя вакцины или нет. Тем временем в поликлинике полным ходом идет вакцинация от COVID-19. В штатном режиме в будние дни с 9 утра до часа дня. По предварительной записи выходные в порядке живой очереди. Горожане ставят прививки от коронавируса. Вакцинироваться и ревакцинироваться можно любым препаратом, имеющимся в наличии. В обычных условиях прививочная кампания от COVID-19 будет проводиться раз в год. Но сегодня, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев. Ревакцинация, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, проводится не ранее, через 6 месяцев после вакцинации или после принесенного заболевания. Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител. Пройти ревакцинацию можно любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Наринмаре в наличии имеется спутник ВИД, два компонента и новая однокомпонентная вакцина спутник ЛАЙТ. Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз. Приходят к нам в поликлинику, записываются предварительно, принимаем пациентов и без записи, свободные талончики есть, так что пускай приходят. Кроме того, стоит не упускать из внимания, что правила и ограничения, действующие в настоящий момент, на различных туристических направлениях постоянно изменяются. Поэтому непосредственно перед поездкой следует еще раз изучить вопрос на официальных сайтах посольств, министерств и ведомств зарубежных стран. Обратиться в туристические агентства, которые также предоставляют актуальную информацию по эпид-обстановке за рубежом. Ольга Русул, Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.